Приветствую вас, Амина. Честно говоря, по-моему, я уже отвечал на подобный вопрос вам. Ну, это было раньше. Если это так, то вам нужно удалить один из своих вопросов, там ставим. Насколько мне известно, дублирование вопросов запрещено. Так же, как я ответил. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что вы как-то вот этот момент для себя немножечко скорректировали. Значит, на два момента я хочу обратить ваше внимание. Первый момент то, что вы, на мой взгляд, довольно-таки эмоциональный человек. Эмоциональный, чувствительный, может быть, человек. Вот. И, вероятно, вы не всегда можете, эм, не всегда можете, эм, со своими чувствами справиться. Эм, как мне кажется. Эм, соответственно, я бы здесь вот, эм, порекомендовал бы, э, вам, э, подсмотреть, вот, в сторону того, чтобы, э, пытаться учиться, э, лучше, э, владеть, э, 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 своими чувствами, да, пытаться владеть, э, своими эмоциями, э, вот, лучше, э, и, ну, лучше как-то вот, э, исследовать, да, э, то, что, э, вот, э, ну, то, что именно, э, вы, э, чувствуете, что именно вы, э, ощущаете, И, соответственно, что именно вам хочется, то есть, что именно вы чувствуете. Это важно, потому что как только вы для себя, условно говоря, поймёте, момент, связанный с тем, откуда у вас, например, такая реакция, например, на то или иное событие, допустим, события, связанные, например, с молодым человеком, да, вот, события, связанные с тем, что произошло, между вами и вашим молодым человеком. Вот научиться слышать себя, научиться слышать свои эмоции, свои чувства, свои ощущения по данному вопросу, в данном моменте, крайне важно. Так вы могли бы, ну, в целом, гораздо лучше и комфортнее взаимодействовать с собой, с своим партнёром, вот, и, возможно, с другими людьми тоже. То есть не только, условно говоря, с мужчиной, вот, но и с собой в том числе. То есть это вот такая очень важная история, такой очень важный момент. Следующее, следующее, на что я хочу обратить внимание. Вы, значит, спросили у молодого человека, у своего молодого человека, кто вы для него. И я хотел бы, конечно, уточнить, да, вот это вот то, что вы спрашивали у него, кто вы для него. Это про что? Про сомнения в своей привлекательности для него, это сомнения в своей нужности для него, вот. Вот, это, это вот что? Про что это? То, что вы, вот, ну, говорите, то, что вы описываете, это про что больше здесь? Это мне кажется, вам нужно для себя поисследовать. Обязательно. Вот. Ну и следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы, по сути, хотите мне сейчас сказать, что расставание с вашим, ну вот, с молодым человеком для вас очень болезненно. Вот. И, в первую очередь, как мне кажется, необходимо, чтобы вы обратили внимание на эту болезненную болезненность. Сейчас вы от этой болезненности, от этой боли, как мне кажется, бежите. Вот. Вот. А от нее обещать, на самом деле, это не нужно. Вот. Потому что боль, это как раз таки проблема вашего, ну, условно говоря, осознавания себя. Вот. Боль. Вот. И, соответственно, как бы вы пытаетесь, как мне кажется, в отношениях, в отношениях сбежать от чего-то, что вам угрожает в случае, если вы, например, не будете с... с... ну, с человеком в отношениях, вы пытаетесь сбежать. Ну, и, соответственно, тем, что вы пытаетесь сбежать, убежать от... у некоторой внутренней проблематики, да? Вот. Вот. Как бы от этого вы сейчас, на мой взгляд, значит, чувствуете потребность в отношениях с... с мужчиной своим. Вот. Хотя, мне кажется, что в силу того, что вы бежите, вот, в силу того, что вы бежите от себя, вот, в силу того, что вы... в силу того, что вы себя, ну, может быть, может быть, не чувствуете, не чувствуете, вот. Вы не можете построить, эм... глубокие отношения. Вы выстраиваете, эм... отношения поверхностные, потому что вы сами поверхностные. Не в том смысле, что вы несерьёзные, а в том... эм... смысле, что вы... эм... склонны избегать определённых переживаний. Вы склонны... эм... эм... бежать от них. К сожалению. И... естественно... эм... естественно. эм... отношения несколько иллюзорны. Вот. Поэтому... эм... научитесь эм... лучше себя чувствовать, научитесь эм... справляться... а принимать эм... и использовать себе во благо эм... вашу... чувствительность, которая... у вас эм... есть. Вот. И... эм... я думаю, что... эм... в вашей жизни будут перемены, вы сможете... выстраивать отношения с эм... людьми, которые готовы выстраивать их глубокими, доверительными, доверительными и... эм... ну... ну... достаточно... устойчивыми, для того, чтобы... эм... не распадаться... эм... не распадаться из-за... э... из-за... э... того, что вы описали... описала. Вот. Ну, вам... ну, вам нужно посмотреть в эту боль, которая у вас есть. Вам нужно... эм... посмотреть эм... 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 эту болезненность, которая у вас есть. Вот. В эту вот эм... эм... в этот крик, который... эм... я слышал... эм... эм... как нужно помириться, что сказать, чтобы он вернулся ко мне. Про то, что я без него не могу, без него я... эм... себя как-то... эм... чувствую... эм... очень плохо. Мне без него больно. Вот. От чего больно. То есть, это вот... чисто внешне... чисто внешне, это напоминает... эм... немножко историю про, знаете... эм... историю про костыль. То есть, вот, есть ощущение, что... эм... вам... эм... мужчина нужен... эм... потому, что... эм... с ним вы, как с костылем, вы на него опираете. На... на костыль, я имею ввиду, опираете. Вот. А без него вы, соответственно, падаете. Вот. эм... такая вот история. Вот здесь. Эм... вот... то, что... эм... значит... я могу вам сказать. Эм... по сути, вы здесь игнорируете то, что мужчина выбрал... работу. Понимаете? И... эм... игнорируете, на мой взгляд, вы это не спрашиваете. Игнорируете вы это. Потому, что у вас... у вас для подобного... э... есть все... все основания. Для подобного у вас есть... э... все основания. То есть, вы не замечаете, как парень, например, фактически вас... ну... обесценивает. По большому счету. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok